И что это за экскурсия такая посреди учебного года? Обычная экскурсия. Завтра поехали, послезавтра и приехали. А как же уроки? Там ничего важного. Физра и литература. Ты когда от бродячих собак убегать будешь, тогда подумай, важна физкультура или нет? Ну, мам, пожалуйста, вся школа едет, я не могу этого пропустить. Ладно, только имей в виду, ничего запрещенного законом, никаких поцелуев, никаких татуировок, никакого пирсинга. О, боже, я же сама тебе идеи накидываю, я передумала, нет. Ты же только что разрешила. Только что не считается. Ну, мам, мы же не сами там будем, за нами будут следить круглосуточно, тебе совершенно нечего волноваться. А кто из учителей с вами едет? Ирина Анатольевна, ну ты же знаешь, какая она заботливая и организованная. Она невнимательная, рассеянная и непунктуальная, теперь мое нет еще тверже. Я тебя с ней за хлебом не отпущу, не то, что в другой город. А вот если бы Ирина Анатольевна была моей мамой, то она бы разрешила. Угу. И дала бы детям поиграться с пичками на автозаправке. Ой, мам, ну что ты наговариваешь, Ирина Анатольевна была бы отличной мамой, можно даже сказать идеальной. Маша, не смеши меня, ты бы с такой мамой и дня не выдержала. Выдержала бы, не волнуйся. Все пойдут на экскурсию, а я буду с тобой в четырех стенах мариноваться. Ну почему мариноваться? Можем в кино сходить. Сама иди в свое кино, а я на экскурсию хочу. Может ты и маму себе другую хочешь? Может и хочу. Ирина Анатольевна бы меня поняла и поддержала. Ой, ваша Ирина Анатольевна только Пушкина и понимает, ее вообще от детей изолировать нужно. Здравствуйте. Представляете, не слышала, как вы вошли. Ой, какие мы нежные, как будто я что-то обидное сказала. От меня изолировать детей? Да я тут главная мать. Да я больше мать, чем кто-то отец. Да я всем докажу. Мне нужна только помощь. Алло, бабуль, выручай. Маш, мы ждем. Рассказывай, что случилось. Представляете, меня мама на экскурсию не пускает. Как так? То есть мы без тебя поедем? Выходит, что да. Я ей объясняла, что это безопасно. И едут абсолютно все. А она ни в какую. Капец. Нам будет так тебя не хватать. Мне вас тоже. Но ничего не поделаешь. Такая уж у меня мама. И если что-то решила, ни за что не поменяет свое мнение. Печально. Доброе утро, ребятки. Доброе утро, мои сладкие конфетки. Доброе утро. Ирина Анатольевна, лучше скажите сразу, в чем подвох? В смысле, Кирюш? Ты о чем? Я о вашем суперхорошем настроении. Какие вы забавные, мои ребятулечки. Ирина Анатольевна, не мучьте нас. Признавайтесь, что нас ждет. А то ожидание хуже наказание. Какое наказание, родные мои? О чем вы говорите? Я же люблю вас, как своих. Кстати. Вот, принесла вам. А то холода такие. Не дай бог замерзнете. Это что еще за аттракцион невиданной нежности? С чего вдруг такая забота? Понятия не имею. Но, признаюсь честно, меня это немного настораживает. Ну, чего сидим, как вкопаны? А, спасибо большое, Ирина Анатольевна. Очень неожиданные подарки. Нам безумно приятно. Да я не об этом. Примерьте, всем ли бабуля моя с размером угадала? Вот откуда ветер дует. Я знал, что без бабули тут не обошлось. Я серьезно. Давайте, надевайте носочки. Идеально. Теперь ваши маленькие ножки будут в тепле. А я буду спокойна. Так вы вроде бы никогда и не парились по этому поводу. До сегодняшнего дня. Можно поинтересоваться, что изменилось? Вы что? Я же ночами не сплю. Все о вас думаю. Тепло ли вам? Поели ли вы? Счастливы ли вы? Странно. А зачем контрольные тогда устраиваете? Мы без них были бы гораздо счастливее. Ах, лучики мои. Если бы я могла их отменить. Но есть такая штука, как учебный план. И против него не попрешь. Ну что ж, теперь мы, по крайней мере, не замерзнем. Ой, что же, Тайя, это еще не все. Держи. Держи. Хорошенько шею укутайте, чтобы горло не болело. Елена Анатольевна, ну вы прям как мать родная. А я вам о чем? Слушайте, мои хорошие, можно вас кое-чем попросить? Сфотографируйтесь с учительницей. Порадуйте ее большое материнское сердце. Мне одному стремно, это тех игр в дочке матери с анакондовной. Ой, знаешь, мне лично все равно, что делать. Лишь бы она про урок не вспомнила. Фотаться, значит фотаться. Тебе что, учиться охота? Не особо. И правда, что это я? Ну же, идите ко мне, мои сладкие пирожочки. Давайте. Давайте, давайте, давайте. Так. Ага. Секундочку, сейчас. Улыбаемся. Оп. Оп. Молодцы. Так, присаживайтесь, присаживайтесь. И подпись. Так. Мои. С моими детьми. Маша, деточка, а ты чего не подошла? И вообще, почему ты такая грустная? Я с мамой поругалась. Так неприятно на душе. Бедняжка. Она, наверное, тебя не понимает. Может, тебе нужен какой-нибудь материнский совет? Да не особо. Фух, а то у меня его нет. Маш, поверь, она тебя простит. Это же мама, с ней все просто. Извинилась, глаза в пол. И все, иди дальше косячь. Я не косячила, и мне не за что извиняться. Все наладится. Машенька, я сейчас вас утешу. Почитаю вам. Устраивайтесь поудобнее. Не успел я принять тот факт, что меня ждет самая обыкновенная жизнь. Как начали происходить совершенно незаурядные события. Первое из них стало для меня ужасным потрясением. Капец. Вот это подстава. Сейчас вся ее материнская доброта закончится. Как же это мило. Сказочка на ночь. И зайчоночек уснул. Чтобы не замерз. Теперь мы тихонечко будем, чтобы не нарушить его сон. Что-то я забыла. Ирина Анатольевна. Ирина Анатольевна, а зачем вы все время нас фотографируете? Я хочу, чтобы виртуальный мир тоже знал, какие у меня замечательные дети. Ой, вы же, наверное, голодные. Да что с ней такое-то, а? Не знаю, обострение материнского инстинкта, что ли. Вот, угощайтесь. Мне все больше нравится этот орг литературы. Мне тоже. Так, расскажите об этом в соцсетях, как я. Ну, я даже не знаю. Всем, кто запостит наше совместное фото и подпишет «Наша любимая мама», поставлю 12 баллов в четверти. Родная вонаша, что ж вы получали, что так можно? О, с добрым утром. Мамуля. Готово. Молодец. Как приятно, когда тебя так искренне любят дети. Кирилл, 12 баллов. Поздравляю, теперь ты отличник. Самый лучший гиллэвэй в моей жизни. Я тоже так хочу. И я. Девочки, в очередь. Ивентарная, берите. Ага. И подпишем «Лучшая мама в мире». Ой, ну что ты, не стоит. И хэштег «Самая любимая учительница». Маш, давай, время! Соня, давай быстрее. Я не поняла, что здесь у вас происходит? Что это за фото непонятные в интернете? Вы думали, я не увижу? Как раз наоборот, Лиля Валерьевна. Мы с ребятами едим мои пирожки, фотографируемся, делимся этой радостью в интернете. Что вас не устраивает? То, что вместо урока вы непонятно тут чем занимаетесь. Ребята просто решили рассказать, как они меня любят. А они мне как родные. Угу. Ирина Анатольевна нам как мать. Я сейчас Елене Юрьевне позвоню и пусть она решает, нормально ли есть пирожки в носках вместо урока. А Машу я забираю из этого дурдома. Никуда я не пойду. Еще как пойдешь. Быстро, на выход. И знаете что? Заведите кота. И на нем отрабатывайте роль мамы. А к моей Маше даже не подходите. У меня уже есть котик. Продолжение следует...